Вообще мы живем как на пороховой бочке. Почему? Потому что этот дом расселили, там уже все пожечь готово. Вот этот тоже. И тогда единственный до сих пор нерасселенный дом на набережной 6-й армии тоже окажется в огне. Три здания стоят почти впритык и все деревянные. Вот только в двух из них новые жильцы. Они и беспокоят тех немногих, кто прописан по соседству. Бонжи и черные. И это на днях два таких интеллигентные. На вид мужики-то высокие, черные. Двое пошли, что-то набрали, железо или что-то в утильку сдавать. Один остался, забрался туда. И ночует и внизу, и вверху, и окна, и двери все снимали. И не знаете чего. Я говорю, подожгут еще, так и мы сгорим. Двери на распашку, окна выбиты, заколачивали сами, говорят жители. Но не помогает. И так уже почти целый год. Внутрь может зайти кто угодно. И судя по обстановке, этой возможностью пользуются. Хлам, старые вещи. И если некоторые комнаты еще сохраняют былой облик, то другие просто превратились в отхожие места. Братья Гримм, Гоффман, сказки для детей и взрослых. То ли эту книгу здесь, на столе оставил бывший хозяин, то ли сюда положил новый. На то, что владелец у этих апартаментов, есть сомнений, не остается. Ведь он оборудовал еще одну комнату, по-видимому, спальню. Разложенный диван, грязное постельное белье и стол, на котором бутылки, остатки еды, упаковка из-под шприца и в нарушении всех правил пожарной безопасности груда окурков. Еще бы не бояться за безопасность. Только накануне ночью вспыхнул деревянный дом на Герцена-111. Пламя было такой силы, что потрескали стекла на третьем этаже соседнего, кирпичного многоквартирного дома. В огне погиб один человек. Как и в соседнем доме на Герцена-105, где в ночь на 28 августа также произошел пожар. Практически в это же время. Причем загорелись два подъезда на противоположных сторонах. Предварительная причина поджог, говорят в региональном управлении МЧС. Как оказалось, оба здания, из которого людей выселили, собирались сносить буквально через неделю. Сделать это должен был инвестор, заключивший договор с администрацией города. Инвестор с муниципалитетом заключает договор, где на территории есть аварийный жилой фонд. Он должен расселить эти объекты и сделать проект планировки и развить данную территорию уже своим инвестиционным проектом. Прошли сутки после пожара, но никакие меры так и не были приняты. Находиться здесь сейчас небезопасно. Обгоревшая крыша нависает прямо над тротуаром. Пешеходная дорожка со стороны улицы Герцена примыкает к деревянному дому, задняя часть которого полностью обгорела. Сейчас конструкция висит буквально на волоске и может обрушиться в любую минуту. Вот только почему-то инвестор, владелец так и не позаботился о том, чтобы ограничить сюда доступ. Не ограничен доступ и в десятках других домов. Только в этом году, завершая программу переселения, из ветхого аварийного жилья было расселено 79 зданий в разных микрорайонах областной столицы. Это 18 тысяч квадратных метров жилой площади. В дальнейшем, после расселения граждан, уже исходя из возможностей бюджета, осуществляется снос этих домов. А возможности бюджета каковы? Работа в этом направлении, она ведется. И я думаю, именно из того, что нет сегодня возможности снести такое большое количество домов сразу, и применяется еще один из способов, это перевод в нежилые здания с последующей продажей. Собственно, так и поступили с домами на Герцена. И даже если инвестор приведет в порядок участок, оставшиеся здания на Карла Маркса, набережной 6-й армии и в других микрорайонах Вологды продолжат пустовать, или точнее жить, но уже другой жизнью. Мария Суворова, Евгений Тюнев. Время новостей.